Наг, сидя в кресле напротив, привлек мое внимание к проекции, показывавшей до боли знакомую картину. Склепы центральной гробницы Беренхеля. Медальоны охотников на монстров находятся приблизительно здесь и здесь. Он очертил на схеме участки восьмого и девятого уровней гробниц. Мне удалось усилить поисковый сигнал твоего браслета. Мои подчиненные опытнейшие местные искатели сейчас проводят предварительную разведку, чтобы оценить степень угрозы, а также возможность изъятия ценностей, оставшихся в склепах. Взяв паузу, он глубоко затянулся к Альянам. Было видно, что этот разговор не слишком для него приятен. Команда, что первой добралась до указанной области, полностью погибла. А той, что я послал следом выяснять подробности, пришлось отступить под угрозой потерь. С чем они столкнулись, до конца разобраться не удалось. Предположительно, их атаковал какой-то могущественный дух, оставшийся со времен расцвета Аритшеев и почему-то проигнорировавший волю Немирона. Пока точно что-то сложно сказать. Кроме того, разведчики выявили в данной зоне достаточно большую некроактивность. Вместо схемы гробниц появилось изображение кучки призраков, вьющихся возле каменной стеллы. Потом оно сменилось на могильных стражей, замерзших по обе стороны двери в богатый каменный склеп кого-то из богоравных. Следующими взор порадовали огненные протуберанцы шаров, бездомно парящих под потолком каменных пещер. Проекция исправно демонстрировала запись с границ опасной территории. «В принципе, все это решаемо», — со спокойной уверенностью заключил Наг. «Нежить можно зачистить, духа обуздать, как только выясним его природу. Но есть два фактора. Первый — время. Второй — конкуренты. Теперь после парада миров игроки могут находиться в этом мире не более суток, а потом снова придется проходить через врата древних, пользуясь услугами домопронзающих пространства». Выдохнув ароматное облачко, шепчущий продолжил рассуждать. Сейчас магам Беринг-Хеля не до склепов, много погибших даже в их рядах. Местные еще не до конца добили всю поднятую Немироном нежить на поверхности. Масштабная зачистка малых и средних храмов с разрушением алтарей по всему континенту еще в самом разгаре. И все равно времени у нас мало, пока только пошли разговоры о возможной экспедиции в центральные гробницы. Но год, максимум два, а скорее всего меньше, и фаэнейцы отправят своих людей вниз. Сокровища мертвых царей многим не дают покоя. «И если они меня опередят, забрать медальоны из цепких пальцев красного и белого орденов будет крайне сложно. Да и сокровища, Редшеев, думаю, и тебе, и мне пригодятся значительно больше». Ухмыльнувшись, Наг откинулся назад, сделав новую затяжку. «И что вы предлагаете?» — уточнил я, погладив браслет из серого металла на руке. В его центре пульсировал черный камень, покрытый вязью рунических знаков. Внутри камня то разгоралась, то гасла маленькая огненная звезда, дававшая силу чарам, наложенным на браслет. Мастер-артефактор постарался на славу и стоил каждого универсума, потраченного на его труд. Связь с ним мне удалось установить через Джуна в городе в пустоте. Невысокий дварф с седой окладистой бородой лично прибыл навстречу в лавку Алан Сира и несколько часов возился с инструментами, что-то измеряя и подолгу всматриваясь в печать на моей руке через разноцветные линзы. Даже сцедил у меня пару мензурок крови. Но главное сделал. Теперь этот скромный браслет приглушал воздействие печати Немирона, оставленной на моей руке, и ее зов слышала не вся окрестная нежить на расстоянии пары дней пути в любом из миров, в какой бы я ни попал, а лишь та, что оказалась в радиусе полсотни шагов. Если держаться подальше от кладбищ, могильных курганов и мест битв, то относительно спокойно можно путешествовать за пределами двойной спирали. Все довольно просто. Улыбнувшись, шепчущий снова что-то переключил, и на схеме появился десятый уровень склепов с единственным небольшим храмом, который я вряд ли забуду до конца своих дней. «Здесь я создал большой круг поглощения», — он махнул на каменный зал. «Если ты согласишься помочь, то, сняв браслет, ты приманишь всю недобитую нежить, что осталось в гробницах. Круг будет выпивать остатки сил, поддерживающих в мертвых иллюзию жизни. Зачистив мелочь, я смогу развязать себе руки и заняться духом, уничтожившим моих людей. А если он сам явится на зов, с сомнением протянул я, разглядывая план-схему на проекции. Огромный рунный круг посреди зала, сложная многолучевая звезда, вписанная в него, массивные жаровни по углам и каменная плита по центру. «Интересно, это тот самый круг, что встретил меня во время выхода из храма? Тогда я его не рассмотрел, не до него мне было». «Не должен», — последовал уверенный ответ, — этот момент явно был обдуман заранее. Он проигнорировал волю Немирона, значит, не входит в его свиту и не подчиняется ему. Скорее всего, его призвали в Беренхель жрецы, оставив охранять гробницы царей. Немирон — не единственный бог смерти. Его метку почувствуют все немертвые. А вот подчиняться ли, будет зависеть от взаимоотношений их хозяев, наложенных ограничений и прочих факторов. Но даже если он вдруг явится, тем лучше. Все рассчитано. Круг поглощения я способен, пусть и на ограниченное время, обуздать даже великого духа или отразить несколько ударов сущности подобного уровня. Я же призову мертвый легион, и совокупная сила моих личей и баньши развоплотит всех вплоть до архидемона. — А ваша нежить не атакует меня? — уточнил я. — Не хочу получить удар в спину. — Нет, — качнул головой Нак. — Их души принадлежат мне и хаосу. Воля иных сил и богов на них воздействовать не может. — Нет. Прямой приказ хозяина они не приступят никогда. — Хорошо, — кивнул я. — Но если я даже на это и соглашусь, то активирую все доступные мне защитные карты. В ответ лишь равнодушное пожатие плечами. — Здесь размещен малый круг переноса, — указал Нак на отметку возле каменной плиты. — Сила Немирона покинула склепы, и теперь портал работает исправно. Если что-то пойдет не так, мы оба легко сможем покинуть это место. — Пока звучит убедительно. Я рассматривал проекцию над столом, размышляя над услышанным. Возвращаться в эти проклятые гробницы не хотелось. Но обращаться в Лигу, не собрав полный комплект именных медальонов охотников, Нак мне запретил. Это ставит под удар его шансы получить награду за скрижали, Что нарушает нашу сделку, А его помощи в освобождении моего родного мира. Сет и Сетис следят за исполнением сути договора, И если я пойду против интересов своего партнера, Мало того, что сделка будет расторгнута, Могу еще и получить наказание со стороны богов. Конечно, можно попытаться впоследствии выкупить медальоны у магов. Если те сумеют их найти, вряд ли они им будут нужны. Продолжение следует...